МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Закон ОДН, как мы их привыкли называть, называются употреблением в целях содержания общего имущества. Поменялось что? Теперь эти самые ОДН в составе коммунальных, не коммунальных, а жилищных услуг. С другой стороны, казалось бы, ну, жилищные и коммунальные услуги, какая разница. Но, получив платежки, вот я не случайно взяла, захватила с собой, многие люди, увидев эти платежки за январь, в феврале, кто-то схватился за сердце, кто-то вышел на митинги, а уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае даже сказал, что это нарушение прав человека. Почему же все так произошло? Ведь изначально говорили, что проблем с ОДН очень много, надо что-то менять, и поэтому на законодательном уровне в Госдуме страны эти поправки были и приняты. Почему же сейчас мы столкнулись с тем, что не снизились суммы, мало того, что они остались не на прежнем уровне, а даже выросли? Давайте сегодня попытаемся разобраться в рамках нашего марафона. В нашей студии сегодня эксперт. Это представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, ресурсоснабжающих компаний, управлений по строительному и жилищному надзору, ну и, собственно говоря, жители многоквартирных домов, у которых, я думаю, к этой части нашей студии вопросов немало. Также я напоминаю, что мы продолжаем работать в прямом эфире. Номер телефона, по которому вы можете нам дозвониться, 8 800 707 0226. По-прежнему бесплатный звонок для всех жителей края и страны. Мы вещаем не только в Ставропольском крае, поэтому звоните и задавайте свои вопросы. Ну и, конечно, первое я позволю себе задать этот вопрос нашим гостям, уважаемые эксперты. Скажите, пожалуйста, что это такое, ну, общедомовые нужды, или как сейчас они правильно называются, потребление в целях содержания общего имущества. Даже я, когда готовилась к эфиру, не могу сказать, что досконально все поняла, досконально поняла, как это все нужно рассчитывать, и что в итоге, ну вот, у меня должно быть в платежке. Кто вот первым выйдет к нам сюда и расскажет, что же это за ОДН, и действительно есть ли такая масштабная проблема для жителей Ставропольского края, для жителей страны. Пожалуйста, Валерий Анатольевич, самый смелый. То есть, что такое в целом ОДН условное? Это тот, те объемы коммунальных ресурсов, которые должны расходоваться на содержание именно общего имущества на квартирном доме. То есть, у нас есть целый ряд общего имущества. То есть, мы говорим, подъезды, электроэнергия, самый, наверное, простой пример. Например, лифты, подъезды, подвалы, свет, чердаки и так далее. Все это освещается, соответственно, на все это должно тратиться какое-то количество энергии, и это количество энергии кто-то должен оплатить. Раз мы потребляем, за это должны платить. Безусловно. То есть, за все, что мы потребляем, за все мы должны платить. И до 1 января, соответственно, это была услуга коммунальная, и она определялась, по сути, как разница между показаниями общедомового прибора учета и показаниями индивидуальных приборов учета каждого собственника. И вот эта вот разница, которая там оставалась, опять же, в пределах норматива, если не принято было решение общего собрания, делилась между всеми собственниками помещения на квартирном доме. Теперь, с 1 января, эта услуга стала услугой жилищной. Она ушла из вот этого вот расчета, о котором мы говорили. И на сегодняшний день суть ее сводится к тому, что есть нормативы, утвержденные субъектом Российской Федерации, на потребление каждой соответствующей услуги. И управляющим компаниям вот этот переходный период до 1 июня 2017 года установлено, что они имеют право включить платежный документ, вот эту часть, так называемую ОДН, перешедшего в строку содержания, в пределах норматива. То есть, если детально обратиться к ситуации, вы говорите, что проблема возникла, она может быть стала больше, ну вот совсем не соглашусь, ситуация какая. Если мы обратимся к анализу средних размеров ОДН по краю, по дому по конкретному, можно анализировать по-разному, то мы увидим, что тот норматив, который установлен по воде, он на самом деле ниже среднего расхода ОДН, который у нас сложился в предыдущие годы. Ну, как правило, по большинству домов, потому что норматив установлен достаточно низкий. Если мы будем говорить о электрической энергии, то здесь ситуация следующая. То есть, примерно, вот, наверное, до 5 этажей мы берем на квартирные дома. В этих домах ситуация аналогичная. То есть, норматив достаточно низкий, и поэтому вот этот переход, он никак не сказался, а наоборот, как бы, может быть, лучший стол, он сказался на собственника. Я сразу хочу спросить, я вот, ну, как, у нас же все стороны представляют. Уважаемые жители, рассказывайте, как не сказался на вас переход? Пожалуйста, у кого есть платежки, выходите к нам сюда, пожалуйста, и рассказывайте, как на вас не сказался переход? Можно я договорю, где сказался, а потом уже расскажут отдельно. То есть, на тех домах, где у нас квартирные дома свыше, там, 5-6 этажей, то есть, 10-этажки, там, где у нас есть лифты, там достаточно высокий установлен норматив. И вот в этих домах действительно сложилась сложная ситуация, что норматив, он оказался выше, чем средний размер УДН за предыдущие годы. И здесь мы проводили там определенную работу, но, я думаю, о ней мы потом расскажем еще. Давайте, уважаемые жители, рассказывайте. Платежки. Я почему вышла, Любовь Левкович, второй газетный проезд 2Г, СГУК у нас, управляющая компания. У нас наглядный пример. Я живу в пятиэтажке, где, как говорите, не на многое, на 2,27 с квадратного метра. Выросла лично у меня. У нас нет лифта, у нас только лампочки в подъезде горят, и все. По воде все по максимуму, не ниже норматива. Все вот как по максимуму, да, 2,27 вышло. В 16-этажке это от 46 тысяч квадратных метров у меня 2400, а там 44, по-моему, тысячи квадратных метров. У них выросло на 30%, 4,80 с квадратного метра у людей выросли такие платежки. И я считаю, что это очень высокие. Если до этого у людей были копейки, они не замечали. Ну да, горит лампочка в подъезде. Люди знали, что, допустим, 10 рублей с квартиры, они оплачивают лампочки, они оплачивают, допустим, лифты. Никто не спорит, что это все надо оплачивать. Но когда это было, допустим, копейки, и время от времени, допустим, в летний сезон больше поливная вода, допустим, газон напалили, это одно дело. А когда получается, что каждый месяц человек должен отдать вот эту сумму, и у нас с дома получается 200 тысяч в месяц общедомовые нужды. Вот так пошло. Сейчас будем разбираться. Простите, вот сразу. У нас есть телефонный звонок, давайте мы выслушаем вопрос, и тогда уже ответим сразу на несколько. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут и ваши вопросы. Я Плотникова Валентина Петровна, жительница поселка Терского Георгиевского района. У меня такой наболевший вопрос. Оплата за теплоэнергию. Я живу в двухкомнатной квартире, 45,4 квадратных метра, за февраль месяц 6 380, только за отопление, за теплоподачу. Только за отопление. За январь та же история была. Вот я обращалась по инстанции в обслуживающую компанию «Наш дом», Ставропольтеплоэнерго, прокуратуру. Прокуратура отправила управление Ставропольского края по жилищному надзору. Но никаких результатов нет. Значит, Ставропольтеплоэнерго обещали сделать нам перерасчет. Но никаких результатов нет. Конец отопительного сезона. Вы представляете, вот я пенсионерка, и сосед мой тоже из 9 дома, и другие жительницы, и жители. Спасибо вам большое. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо вам огромное. Мы поняли ваш вопрос. Я думаю, координаты остались у нашей продюсерской службы. Валерий Анатольевич. Да, спасибо вам большое за звонок. Валерий Анатольевич, у нас еще есть здесь и Владимир Александрович. Так, неправильно. Елена Леонидовна, это представитель теплосети. Может, нам тоже что-то скажут, что касается вот этой проблемы. Давайте я, то есть это в любом случае край теплоэнерго, наверное, да, то есть поэтому, ну, на вскидку в любом случае никто сейчас не скажет. Нужно садиться разбираться, то есть тем более, если обращать... Ну, вы помните такую жалобу? Нет, конечно. Из 30 тысяч поступающих в управление сложно запомнить все прочитанные. Мы отработаем ситуацию, еще раз я посмотрю, то есть если уже она перенаправлена прокуратурой, посмотрим, что там с проверкой, но еще раз более внимательно, то есть посмотрим на ситуацию, с учетом поступившего звонка. Ну вот я хочу спросить, да вот схожесть, на мой взгляд, и о том, что говорила Любовь нашей студии, о том, что говорила Любовь, которая дозвонилась к нам, все-таки вот повыселилась, да, если мы говорим, что норматив, в принципе, даже в некоторых домах ниже стал. Вот тут есть ли роль управляющих компаний в этой связи, которая может увеличить размер платы за ОДН или нет? Почему в разных домах разная ситуация? Естественно, ресурсоснабжающие подают всем одинаково. Тут вопрос у меня, вот это вот слабое звено или не слабое? Ну, давайте вот все-таки до конца историю доведем. То есть мы сейчас находимся, во-первых, в переходном периоде. Как я сказал, до 1 июня Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тавропольского края должно утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества и так далее. И вот тогда мы уже будем иметь те нормативы, которыми мы будем пользоваться в дальнейшем. То есть эта работа ведется, она будет закончена, соответственно, Министерством установленный срок, и мы получим те нормативы, которые уже будут более адекватно оценивать ситуацию с учетом уже действующих на сегодняшний день нормативных правых актов. Но есть еще одна ситуация. Дело в том, что совершенно недавно в Государственную Думу внесен законопроект, который предусматривает, по сути, возврат обратно, то есть отдать приоритет все-таки приборам учета, как, по сути, это и было. Следующий мой вопрос вы мне прям предварили. Я и хотела спросить. Когда-то, уже, наверное, больше пяти лет назад, нам всем говорили о том, как важно устанавливать приборы учета. Это была целая программа федерального уровня. И теперь вдруг опять нормативы. И что же получается с приборами учета? Цель введения нормативы была проста. Она ставила перед собой задачу снять головную боль собственников и перенести эту головную боль на управляющую компанию как профессионального участника этого рынка. То есть мы говорим о чем? Сейчас собственники, по идее, должны экономить и так далее. А управляющие компании вроде бы это и не надо, поскольку собственники компенсируют полностью ее расходы. Так вот, задача реформы была нормативом ограничить, а все проблемы управляющей компании пусть решает самостоятельно, пусть ищет там неплательщиков, пусть ищет тех, кто ворует. Вернее, не неплательщиков, а тех, кто ворует. Там у нас коммунальный ресурс, куда он девается, этот коммунальный ресурс пусть ищет и так далее. Поэтому цель была вот в этом реформе. Сейчас вернемся к этому разговору. Спасибо большое, Валерий Анатольевич. Я думаю, вы можете присесть. Хотя не знаю, как надолго, потому что у нас есть еще один дозвонившийся. Здравствуйте, ваше имя и вопрос. Здравствуйте, ваше имя и вопрос. Алло. Да-да-да, мы вас слышим. Как вас зовут? Я Герасимова Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос такой. Я живу по Брусневу 8, друг 1. У нас распределялось на общественные нужды с 2015 года. Собрание было собственников, распределяется пропорционально квадратных метров. Теперь, значит, мы установили в подъездах лампочки на движение, чтобы у нас экономия была. Два счетчика электрических. А теперь, значит, до января 2016 года мы платили по прямому... Вот мы вышли до минимума. Теперь с этим тарифом у нас в два раза больше. И куда же теперь эта разница пойдет? У нас на доме фактически меньше потребилось, чем прислали нам по этому тарифу. Куда эта разница пойдет? Спасибо большое, Надежда. Кого это обогатит? Спасибо большое, Надежда Ивановна. В общем-то, наверное, понятен вопрос. Я и как раз хотела перейти к тому, что УДН вот именно в том формате, пусть он переходный или нет, сейчас закидают меня камнями, я думаю, ресурсоснабжающие организации, но вот мне, как обывателю, кажется, что вот в данный момент, и Валерий Анатольевич об этом сказал, что норматив это с успехом, таким образом, покрытые все потери ресурсоснабжающих компаний, управляющих компаний, и все ложится на плечи жильцов. Скажите, так ли это или не так? Потому что вот насколько я поняла, исходя из того, с чем я сталкивалась, что нет сейчас вот той системы контроля, которая бы показала себя, что мы можем контролировать все потери, которые есть, да мы можем проконтролировать, куда ушли ресурсы, если вдруг это ветхие сети, если вдруг магнит себе повесил тот или иной сосед, как вот с этим бороться, с бесхозяйственностью, нерациональным использованием, и не ляжет ли все это бременем на жильцов? Уважаемые ресурсоснабжающие организации, вот вопрос, который Надежда Ивановна задала, ну выходите к нам, пожалуйста, или берите микрофоны, теплосеть, водоканал. Валерий Анатольевич, ну можете... Пожалуйста, давайте только с микрофоном, вы можете с места. А вы выходите, пожалуйста, у нас Владимир Александрович и Лена Леонидовна. Смысл в том, что вот те нормативы, которые должны быть утверждены, потребление коммунальных ресурсов, они должны учитывать потребление коммунального ресурса исключительно на содержание общего имущества на квартирном доме. То есть они никак не будут учитывать потери, там, кражи, то, о чем вы говорите. То есть хищение ресурса, они должны просчитать, сколько энергии необходимо именно на содержание, там, лифтов, лампочек, подъездах и так далее, и так далее, на выполнение того 290-го минимального перечня, который установлен, соответственно, правительством Российской Федерации. То есть они ни в коей мере не должны ухудшать положение и никак не прикрывать кражи, которые там у нас происходят на объектах. Владимир Александрович, начальник отдела по работе с клиентами сбыта МУП «Водоканал». Значит, какая ситуация? ОДН, точнее, нормативно ОДН действует сейчас, ну, поскольку у нас других нет, мы вынуждены применять их, и любая управляющая компания вынуждена применять тоже их. Они действительно должны именно ограничить ту часть ресурса, которая должна потребоваться дому на содержание мест общего пользования. А все остальное, даже если жители собирались, выбрали протоколом решение о том, что они будут оплачивать и распределять всю разницу между коллективным прибором учета, ну, если грубо взять, да, что такое, как все воспринимают ОДН, это разница между коллективным прибором учета и индивидуальными. Все, что про ореха, надо заплатить. Совершенно верно. И во многих домах принималось такое решение собственниками, но сейчас в связи с изменением законодательства эти протоколы тоже не работают. То есть сейчас все у всех только в пределах норматива оплачивается, а вся разница, которая осталась, она ложится на управляющую организацию. То есть именно, чтобы все-таки заставить этот механизм работать. Чтобы эффективность хозяйствования наконец-то появилась. А в том случае, когда у нас нет управляющей организации, это прямые расходы ресурсников. И ресурсники не могут переложить все потери, все товаровство, все. Это ограничено строго нормативом. Вот это к слову к Надежде Ивановне, да? Если получается, что они потребили меньше, чем им поставили, то теперь вот эту вот разницу что-то с ним надо сделать. Я из терминологии не совсем понял, что она имела в виду, потому что она говорила, что у них увеличился тариф. А тариф и норматив ОДН – это немножко разные вещи. Понятно. А в плане, как с этим бороться, существует масса способов. У нас есть положительные примеры, когда те же представители управляющих компаний или ТСЖ устанавливают себе системы телеметрии, устанавливают себе системы экономии воды, устанавливают те же регуляторы экономии, регуляторы напора воды на входе в дом, и у них уже идет существенное снижение. И в тех домах, в которых разница эта минимальна, как правило, и у ОДНа нет. Ну, будем надеяться, да? Так, я позвольте один микрофончик отдам нашим. Если у вас есть вопросы, будьте активнее, задавайте их, пожалуйста. Вот микрофон, если не хотите выходить к трибуне, можете с места задавать. И у нас, как мне подсказывает режиссер, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. И у нас, как мне подсказывает режиссер, у нас есть еще один звонок. Добрый день. Добрый, добрый. Меня зовут Сергей, я являюсь в настоящее время председателем ЖСК «Алмаз» города Лермонтово. Ну, долгое время, продолжительно, с 2010 года. И поэтому хотел бы добавить к теме о общедомовых нуждах такой момент, что в связи с изменением законодательства из 1 января, по сути, изменилось только номинование того ресурса, который является разницей между общим счетчиком прибора учета по разным коммунальным услугам и индивидуальным прибором учета, просто, по сути, это законодательство переименовало ОДН в номинование самой коммунальной услуги, например, «Горячая вода» на содержание и ремонт общего имущества, электроэнергия на общее имущество и так далее. То есть, по сути, это ничего не меняет. И, ну, в отдельных случаях, когда это касается управляющих компаний, которые являются коммерческой организацией и управляют многими домами, это может быть характерно, что нужно контролировать эти организации, которые зарабатывают на обслуживании многоквартирных домов. Что касается ТСЖ и ЖСК, как бы, эти темы не должны касаться этих домов, потому что они находятся на собственном управлении и все ресурсы оплачивают из своего кармана, грубо говоря. И все заинтересованы в экономии. Да. Все заинтересованы в экономии, но, тем не менее, разница между приборами учета в силу различных моментов, то есть технических характеристик и так далее, погрешности, она всегда будет. Это разница. Это разница, потому что на площадь все равно собственники жилых помещений. Потому что, значит, управление ТСЖ или ЖСК оплачивают по счетам ресурсно-собжающих организаций. Водоканала, или там ЗАО ЮЭК, как у нас находится, или там по электроэнергии, с тому же ЗАО ЕК. Мы оплачиваем по счетам, и разницу нам никто не возместит. Поэтому мы с вами оплачиваем. Это хотел бы вам добавить. И второй вопрос у меня есть к Валерию Анатольевичу. Такой вопрос. По каким критериям, значит, осуществляется и запланируется проверка вашими органами, значит, ТСЖ и ЖСК? Пусть я обнаружил в свой дом все несколько проверки, намечающиеся на этом году. Спасибо вам, Сергей. Валерий Анатольевич, долго, быстро отвечать будете? Есть программы проверок. То есть мы будем проверять вопросы содержания вообще имущества. Мы будем проверять вопросы расчета оплаты за коммунальные услуги, жилищные услуги. И будем проверять соблюдение вообще организационного порядка деятельности, в данном случае, жилищно-строительного кооператива. Вы можете ознакомиться с программой проверки управления, наберите управление, вам дадут контактный телефон, и вас ознакомят с мероприятиями, которые в ходе проверки будут проверены. Спасибо, Валерий Анатольевич. Уважаемые жители, я так понимаю, у вас есть тоже вопросы, и что сказать? Берите микрофон, выходите сюда, пожалуйста, как вам удобнее. Скажите только, как вас зовут? Петросян Александр Карлинович. Очень приятно. Значит, мы сейчас в эфире, прямо в эфире разговариваем о накопившей проблеме ОДН-17 года. Я предоставляю Ольгу, Ольгу Тококову вместе предоставляем 33-й дом за вокзаль на 33А. Это бывшие обшития Баштого колеца. Значит, с 14-го года наш дом, многоквартирный дом, перешел под управление ЖЭК, управляющей Малеченко Алина Петровна. И с 14-го декабря года до январь 2017 года. Значит, в 2016 году, в июле вместе мы получаем перерасчет, обоснованно-необоснованно, мы пока ничего не можем выяснить. И перерасчетом получается несколько семей, получается по 10-12 тысяч за один месяц. Это июль месяц, документы все сохраняются. Наш дом, наши квартиры оборудованы приборами. И дом тоже оборудован приборами, электроводоприборами. В письменной форме жильцы обращаются к управляющей компании. Ответа до сих пор мы не получаем от него. Мы уже на словах просим, чтобы, может, она перерасчет делала. Это у нас три корпуса. А, Б и В. Значит, она, так понимаем, делает перерасчет А и В корпусе. Там было по 20, по 15, по 18. Корпусы В, где я живу, у нас первые два этажа квартиры. И у нас остается те же суммы, остается по 12, по 17. И лично... Вам причины не объяснены. Мне получается, в почте просьбы, получается, получаю я уже не 12, а 25 тысяч получаю я за один месяц. Документы тоже сохраняются. Письменной форме мы обращаемся к Валерию Анатольевичу, компанию управления, по надзору. Ну, ответ получаем, что аналогичный запрос был. Она полностью не предоставляет документы для рассмотрения этого дела. Спасибо телевидению. Мы приглашаем телевидению. К нам приезжает свое телевидение. Валерий Анатольевич тоже там был. Они там все фотографируют. Он все видел, вот это квитанции. И, ну, сказал, что все будем рассматривать. Будем рассматривать. Ваши просьбы, ваши заявления. После этого мы немножко, как сказать, оживились, вдохновились. Разве Валерий Анатольевич сказал. Значит, и обращались тоже, инспекции обращались. Лично мне попросили квитанции все, что у меня есть. Все я предоставил. 14-го года, да, 17-го года все предоставил. Посмотрели, рассмотрели. И с этим вместе написали новые заявления. Просьба делать новый перерасчет. Можете справиться там. Ну, второй месяц ответа тоже не получали. И мы так поняли, что там нам сказали, что дали понять, что здесь мы ничего не решим. Ничего решим. Дальше пошло то, что наши долги так и остались. И получаем, как называется, письмо счастья получаем. Наш долг, наши долги, наши долги, которые докаплились на нас, вроде управляющая компания передала или продала на кого-то. На кого-то понятно. И мы еще получаем в декабре месяце, получаем квитки, два раза тепло получаем. И в итоге где-то 7-8 тысяч в каждой квартире семья получает по 7 тысяч по теплу. Вот такая ситуация оказалась. И когда вот в 17-м году уже мы получаем платежки по ОДН, что сегодня именно тема, которая идет по ОДН, мы нам сталкиваемся, что получаем больше электроэнергии потери, чем было, скажем, в управляющей компании было. И когда заключаются договоры для ресурсниками, нам требуют техпаспорт. Оказывается, техпаспорта дома нет у нас, нашего дома нет. С чего вопрос Алина Петровна, начислили нам это все, откуда начислили, и пришлось нам собрать деньги, 9 тысяч отдать и взять новый техпаспорт. И нам обещали, что по новому техпаспорту уже ОДН будет меньше будет. Нам обещали, вот это было согласно этому. Ну, опять-таки, вопрос остается так, что она заранее знала, что у нас долги, она долги передала, и мы никуда... Обращались в комитет президента. Проблема понятна, спасибо вам большое. Мы сейчас готовим документы, потому что мы считаем, что мы правы. Да, ваши права нарушены, да. Я поняла, мы сейчас спросим, Валерий Анатольевич. Где мы, куда, какую дверь открываем, нам ничего ответа не получаем. И мы готовили документы на прокуратуру. Сколько там будет нам выяснить ситуацию, я не знаю. Спасибо большое, Валерий Анатольевич. Вот что делать в таком случае, да, обращаться действительно в прокуратуру? Я так понимаю, что у вас много таких случаев, действительно. Значит, ситуация конкретно по этому новому, действительно, выезжали туда с вашей программой, карта проблем Ставропольского края, разбирались с ней. Ситуация первоначально началась с обращения жителей по результатам обращения. Если не ошибаюсь, весной 2016 года было обращение, был произведен перерасчет в платежных документах за июль. И вот эта вот ситуация, то есть неправильно осуществлялся расчеты ДН, не в соответствии с формулой, установленными 354-м постановлением. И, соответственно, было выдано предписание о том, чтобы был произведен перерасчет. Поэтому у некоторых собственников, соответственно, цифры стали меньше, у некоторых собственников стали больше. То есть цифра у ДН, она не могла измениться, поскольку она была стабильной. А в связи с тем, что была нарушена формула, соответственно, был произведен перерасчет. Это мы говорим о тех платежных документах, которые получились у нас в июле. Потом, когда вышли повторно с отоплением, вот эта ситуация уже непосредственно с передачи, когда снимали, то есть здесь была проведена проверка, мы успели ее провести, как и договаривались, до истечения срока договора управления на квартирном доме, который был заключен с компанией, было выдано соответствующее предписание, и компания была привлечена к административной ответственности. Вопрос сейчас в контроле исполнения предписаний, то есть в настоящее время организация не осуществляет управление на квартирном доме, по сути проконтролирует предписание, и основания осуществляет лицензионный контроль в отношении ее управления нет. Поэтому способ в этой ситуации один, обращение в суд, ну нет, прокуратура закончится чем? Ну по сути, они разберутся в ситуации, да, то есть взыскать денежные средства в этой ситуации возможно только в рамках судебного разбирательства, чтобы понять, то есть те документы, которые наши есть, акты, которые подтвердили неправильность, производства расчетов, они могут лечь в основу тех исковых заявлений, которые собственники могут предъявить соответствующей управляющей компанией. Спасибо, Валерий Анатольевич. Спрошу у режиссера, у нас телефонный звонок есть. Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анжелика, у меня два вопроса. Первый касается честных должников. Так вот, должники, которые не платят за коммунальные услуги, в любом случае, их долги распределяются на нас, на плательщиков коммунальных услуг. И последующий вопрос, касающийся этого же вопроса. Так вот, когда они начнут гасить свои долги или уже гатят, куда деваются эти деньги? Они возвращаются на какой-то специальный счет? Или они оседают непосредственно на счетах у поставщиков услуг, этих коммунальных услуг, да? Спасибо большое, Анжелика. Ваш вопрос, я думаю... Подадите, еще один. Давайте, только отойдите от телевизора, пожалуйста. Эхо очень, и побыстрее. Сейчас, секунду. Так вот, второй вопрос. У моих знакомых есть квартира в городе и дом в селе. Вот они проживают в доме. Подписали контракт на вывоз мусора, договор, то есть на вывоз мусора. Оплачивают вывоз мусора, проживая в селе. Естественно, они должны оплачивать вывоз мусора и в доме, в квартире, в доме, в который находится, да? Или с них можно все-таки снять вот эту вот оплату? Они не могут находиться сразу же в двух местах и мусорить сразу же в двух местах. Вот такой вот вопрос. Спасибо, Анжелика. Отвечаем на все ваши вопросы. Пожалуйста, Светлана Васильевна. Да. То, что касается первого вопроса, это по задолжникам. Конечно же, та задолженность, которая складывается у плательщика, то есть у собственника, она остается за собственником и никаким образом... По закону никто ее не может раскидывать, насколько я знаю. И никаким образом она не может иметь отношение ко всем другим собственникам, проживающим в данном многоквартирном доме. Это, к сожалению, очень такое распространенное заблуждение, которое практически всегда задают граждане на всех прямых эфирах и на всех встречах с жителями. Вот совершенно, так скажем, ответственно заявляю, что никакая задолженность ни на кого не распределяется. И когда человек начинает проплачивать эти деньги, независимо добровольным либо способом, либо уже в результате какого-либо судебного решения, конечно же, эти деньги направляются именно тому поставщику, который оказал данную услугу и не получил данные денежные средства. Но если по второму вопросу, то, что касается вывоза бытового мусора, то на сегодняшний день вывоз бытового мусора все-таки еще покажет личная услуга. И поэтому в зависимости от... Нельзя написать заявление и отказаться по одному адресу от нее. Значит, я скажу, что по городу Ставрополью, не знаю, как по Ставропольскому краю, но у нас из-за того, что граждане, проводя общее собрание, согласовывая определенный алгоритм расчетов за мусор с управляющей компанией, у нас в городе Ставропольск существовала и сейчас еще существует практика, когда собственники принимали решение оплачивать все-таки эту услугу самостоятельно из расчета количества проживающих. Поэтому вот в данном вопросе я не услышала, к сожалению, адрес данный собственника, который задал нам вопрос по телефону. Здесь нужно посмотреть, где живут ее знакомые, для того, чтобы разобраться. Если там система расчетов, принятая на общем собрании жителей из расчета количества проживающих, ну, тут, пожалуй, можно сделать перерасчет. Если же так, как и положено в жилищной услуге, то, конечно же, никакого перерасчета нет. Естественно, мы ждем все сейчас, уже, наверное, это тоже все слышали, изменений, связанных с вывозом бытовых отходов. Сегодня мы несколькими частями ранее говорили об этом. Да, уже вышли подзаконные акты в этом отношении. Здесь будут кардинально все расчеты меняться. Поэтому вот тогда вот этот вот момент, о котором сейчас говорил нам собственник, он будет, конечно же, учтен. Мы надеемся, что новые правила действительно отрегулируют эту систему. И, собственно говоря, наведут порядок не только в платежах, но и действительно, в прямом смысле слова, на территории нашей страны, тем более в год экологии. Если говорить еще о общедомовых нуждах, то есть о теме нашего сегодняшнего, на нашей сегодняшней встрече, то могу привести несколько... Александр Васильевич, вы так хорошо рассказываете. Вам надо было выйти к нам вот сюда, потому что у меня тоже есть к вам вопросы. У нас есть звонок, давайте вы подходите, а мы сейчас послушаем быстренько вопрос и продолжим разговор. Здравствуйте, как вас зовут? И ваш вопрос, пожалуйста. Давайте. Алло? Да-да-да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Ваш вопрос. Добрый вечер. Ермаков Владимир Николаевич, город Ставрополь. Пожалуйста, вопрос. Я хотел бы возразить... Возражайте. Это не провокация, я хочу вам сказать... Извините, связь прервалась. Так, уважаемый телезритель, дозвонитесь к нам, пожалуйста, еще раз и возразите, что вы хотели нам сказать. А я сейчас хочу задать свой вопрос Светлане Васильевне, вот в какой связи. Мы когда переходили на работу по системе расчетных центров, я думаю, что многие подтвердят мои слова. Мы говорили о том, что система упростится, станет прозрачной системой оплаты и расчетов. Вот вам вопрос, и я думаю, может быть, жители также присоединятся, согласятся или не согласятся с тем, как сегодня работает эта система. Ну, на мой взгляд, стало лучше. Как скажут жители, они сами за себя ответят, да, Светлана Васильевна, ваше мнение? Ну, вы знаете, мне достаточно сложно сказать, так скажем, дать ответ на этот вопрос, потому что я не могу оценивать этого предприятия, который возглавляю в полном смысле этого слова. Но на самом деле, мы-то родились давным-давно, вообще информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства в городе Ставрополь родился в 93-м году. И поэтому, на мой взгляд, конечно, дело сделано немерено. И, собственно говоря, благодаря автоматизации расчетов оплаты за жилье и коммунальные услуги в городе Ставрополь, нам удается реализовывать все программы, все новые постановления, все новшества за достаточно короткий срок. Более того, реализовывать их, так скажем, с чувством ответственности и понимания, что мы делаем. То есть, вот, например, когда вышел закон о общедомовых нуждах, то есть о переносе в первую строку, естественно, было все спрогнозировано и все было просчитано. И наши управляющие компании получили от нас уже ориентировочные цифры, выше которых они не должны были предоставить нам информацию. И когда мы готовили платежки за январь месяц, мы четко отслеживали действия каждой управляющей компании. То есть, на выходе вы видите платежный документ, но за этим платежным документом стоит огромная работа всего нашего коллектива. Все, что мы могли увидеть своим глазом, проанализировать с точки зрения бухгалтерии, экономики, автоматизации, мы все это сделали. И поэтому вот сегодня, готовясь к прямому эфиру, я подготовила несколько цифр, если вам будет это интересно. Очень интересно, Слава Васильевна. Так к нам дозвонился Владимир Николаевич, давайте послушаем его, и вы продолжите. Алло. Еще раз добрый вечер. Ермаков Владимир Николаевич, город Ставрополь. Значит, по поводу нормативов. Вот приведу слова Светланы Фоминой, на прямой линии она говорила, цитирую. Однако, мы видим, что по электроэнергии норматив Край достаточно высокий, отличное от фактического потребления. У нас вот по моему дому, пятиэтажки, тариф 2,87 на квадратный метр. В Московской области по такому же дому аналогичному 0,61, в Ростове 0,6, в Санкт-Петербурге 0,76, то бишь в 4 раза больше у нас тариф по электроэнергии. Аналогичная ситуация по воде. Если у нас 0,032 квадратного метра по пятиэтажке, то в Московской области 0,01, то бишь в 3,2 раза больше. Вот. Я хотел бы задать господину Савченко вопрос. Точнее, лучше, он к этому отношению не имеет, министерство ЖКХ, точнее. Почему у нас такой высокий тариф по общедомовым нуждам? Спасибо, Владимир. В несколько раз больше, чем у соседей. Спасибо. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за такую аналитику. Мы, когда готовились к сегодняшним эфирам, это уже четвертый прямой эфир в рамках нашего информационного марафона, мы тоже столкнулись, к сожалению, с вот этой ситуацией, что достаточно высоки тарифы и нормативы в Ставропольском крае. Нелли Чесловна. Я вот, здесь есть микрофончик. Подходите рядом с Светланой Васильевной. Выходите, выходите. Красивая женщина, выходите, пожалуйста, к нам. Почему нет? Давайте вот, я не знаю, я понимаю, что мы, обыватели, говорим об одном, да, что мы хотим получать качественную услугу, меньше за это платить. Но, и, наверное, за тем, как ресурс приходит в наши квартиры и дома, есть очень много работы. Очень много ремонтных работ, доставка и так далее. Но почему же у нас такие высокие цифры в Ставропольском крае? Или это не так? Может, Владимир Николаевич, и я не права. Микрофончик? Ну, вы знаете, все относительно. Владимир Николаевич сравнивал с Московской областью, сравнивал с Санкт-Петербургом. Мы тоже осуществляли такое сравнение, брали соседние регионы. Ростовскую область, Краснодарский край, среднюю полосу России. И мы увидели, что норматив по воде у нас ниже, чем в этих регионах. Почему такая разница? Хотя методика одна, да, утверждена, единая для всей России. Но ответить сложно. Почему такое отличие идет? По воде анализ мы делали. Фактическое потребление в многоквартирном доме в целях содержания общего имущества, определенное по показаниям прибора учета. И наш норматив. Мы тоже убедились в том, что, в принципе, наш норматив отражает действительную ситуацию. И сегодня собственники, с 1 января получив платежки, они действительно увидели по воде экономию в свою пользу. По электроснабжению, да, норматив высокий. И именно высокий в тех домах, где есть лифтовое оборудование. Мы анализировали, смотрели. В принципе, норматив рассчитывался в 2012 году. И он всегда считается по максимальной нагрузке, по максимальной работе. Вы понимаете, норматив никогда не будет... Вы понимаете, что 10 ярких лампочек, а не та тусклая одна, которая все время перегорает. Да, и работает эта лампочка. Разумеется, наш норматив по электроснабжению не учитывает все энергосберегающие мероприятия, проведенные собственниками. Разумеется, он никогда не будет, наш норматив, отражать действительную ситуацию. В каждом найдется дом. Даже сейчас, уменьшив нормативы по электроснабжению в 3-4 раза, мы все равно найдем такой многоквартирный дом, где фактическое потребление электроэнергии будет ниже. Что же с этим делать? Платить по фактическому. Счетчики поставили, платить по счетчикам. В принципе, и Минстрой дает разъяснение. Сегодня, вы же понимаете... Но Минстрой же предлагал вообще, да? Нет, вот сегодня допущены ошибки управляющими компаниями. Светлана Васильевна правильно сказала, они провели огромную работу. Когда она говорила, что провели анализ и дали цифры для управляющих компаний, выше которых не стоит включать платежные документы ОДН, именно они делали анализ по фактическому потреблению. Но не все управляющие компании пошли по этому пути. Они решили, что норма закона не выше норматива позволяет им включить норматив. При этом, ведь вот эта норма закона не выше норматива, она не дает порядок определения этого объема. Порядок определения этого объема дает жилищное законодательство. Управляющие компании на это закрыли глаза. Они считают, что раз поставили норматив, мы не нарушили законодательство. Игорь Часановна, ну а можем мы, вот, например, вы, да, дать такие рекомендации управляющих компаний, чтобы они это учитывали? Или это не реально? В УКХ проведена работа и встречи с управляющими компаниями, с органами местного самоуправления. Мы неоднократно, управление по строительному и жилищному надзору, мы неоднократно говорили управляющим компаниями, чтобы они подошли к этому вопросу все-таки с реальной точки зрения, а не... Или честно, но у меня только один вопрос. Корректироваться эта работа будет, учитывая вот все те вопросы, которые есть у жильцов, да, учитывая то, наверное, огромную работу, которую проводит ведомство Светланы Васильевны, ваши аналитические данные. Вы дальше собираетесь корректировать эту работу все-таки, ну, в защиту, конечно, собственника я буду говорить. Я за собственника буду, я живу тоже в многоквартирном доме. Мы продолжаем эту работу. У нас раз в две недели проводятся совещания с теми управляющими компаниями, которые включили в объеме норматива. Мы встречаемся с ними в министерстве, приглашаем их туда, ведем с ними разъяснительную работу. По результатам наших совещаний, ну, 70% управляющих компаний идут в сторону перерасчета, прислушиваются к нашим рекомендациям и тем самым снижают размер платы за ОДН. Есть такие, которые считают, что они по-прежнему могут так делать, но тут, к сожалению... Но на них есть управа? Ну, у нас единственное управо – это суд. Суд. Понятно. Обращайтесь в суд. Уважаемые гости, прошу прощения, у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, уважаемый телезритель, если можно быстро и коротко, ваше имя и вопрос. Любовник, сейчас у меня два вопроса. Пожалуйста, задавайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и ваши вопросы, пожалуйста? Меня зовут Любовна Никитичная. Я из города Ставрополь. У меня такой вопрос. Вот микрорайон... Это первый вопрос. Микрорайон перспективный. Там какие цены за мусор? 280 рублей. Откуда? Это золотой мусор? Хорошо. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. По Буденновску. Там одна управляющая компания. И она прям золотая. Там такие цены выставили в этом месяце. Люди вообще там в восторге. Война, наверное, начнется. Спасибо, Любовь Никитична. Пожалуйста, обратите внимание и позвоните туда. Как-то надо приехать туда с проверкой. Люди в ужасе. В ужасе. Спасибо большое, Любовь Никитична. Валерий Анатольевич, знаете вы об этой проблеме? Я не знаю, есть ли действительно проблемы, нет. Пока первый раз обращений не было, в том числе сейчас. Прореагируйте, обратите внимание, пожалуйста. Посмотрим сейчас, что там поменялось. Но еще раз, тариф, он не может поменяться в управляющей компании произвольно. То есть в любом случае должно было пройти общее собрание, на котором должен был быть согласован тариф. То есть у нас изменение могло произойти, как и у всех, только путем включения размера ОДН в первую строку. Это единственное, где могло произойти изменение. Мы посмотрим сейчас на ОДН, там четыре, на самом деле, управляющие компании работают. Посмотрим, что там, как осуществляется расчет и дадим разъяснение тогда заявителям. Ну, по мусору, я, насколько уже смотрела эфир, который был по проблемам обращения СТБУ, могу сказать, что есть региональные операторы, которые вывозят мусор. Вы сами можете его для себя выбрать, отказаться от услуг дорогого и выбрать более приемлемого. Тем более, говорят, в Ставрополе выбор есть. Правильно я говорю, уважаемые гости. Возвращаясь к теме ОДН, пользуясь тем, что Светлана Васильевна в нашей студии, хочу задать такой вопрос. Я думаю, что многие согласятся, что получая вот такие платежные документы, не всегда жители могут в них разобраться. Я, честно вам скажу, я с трудом разбираюсь, хотя у меня нет нареканий к моей управляющей компании. В основном все хорошо, и у меня даже перерасчет в меньшую пользу был сделан в январе. Сначала посчитали много, потом меньше. Можно ли разобраться самому жителю вообще в том, правильно ли ему начисление делают или нет? Нарушили его права или нет? И что обязательно должно быть в платежных документах? Светлана Васильевна, я думаю, вы об этом расскажете. На сегодняшний день вы, конечно, показываете платежку, которую не выпускает Ставропольский городской расчетный центр, поэтому сильно прокомментировать так или до подробностей ее не смогу. Ровно как и не смогла бы ответить на вопрос, который нам задавала наш собственник, потому что обслуживает их городская управляющая компания. И это городская управляющая компания, они работают самостоятельно и самостоятельно выпускают платежные документы. Но у нас существует нормативно-правовый документ, называется примерная форма единого платежного документа. Мы придерживаемся данной единой формы платежного документа и пытаемся оснастить единый платежный документ абсолютно всей информацией, которая рекомендуется для того, чтобы в ней разобраться. Конечно, математические формулы мы сюда поместить не можем, но для того и работает Ставропольский городской расчетный центр, для того и работают наши приемные пункты. К вам можно прийти, да, я так понимаю? Конечно, нам можно прийти и вот непосредственную математику, что на что умножали, это мы можем уже, так скажем, воочию показать каждому клиенту. Более того, к нам часто приходят именно старшие по дому или председатели ТСЖ, для того, чтобы именно эти люди поняли, уже, как говорится, несли информацию в массы. Вот, поэтому, если разрешите, я все-таки хотела бы довести до сведения вот те цифры, которые я вам обещала еще в середине эфира, по поводу все-таки общедомовых нужд, вообще какова ситуация в городе Ставрополь. Значит, вот проводя ту предварительную работу с нашими управляющими компаниями, мы всех нацеливали на то, что приблизьтесь, пожалуйста, к тем средним показателям, которые у вас сложились за предыдущие годы, исходя из фактического потребления. Проанализируйте. Да, проанализируйте. Поэтому, так как у нас единая информационная база данных и в автоматизированном режиме можно эти все расчеты провести, мы им такие, так скажем, вспомогающие материалы, естественно, предоставили. И поэтому наши управляющие компании на территории города Ставрополя вам в большинстве случаев поступили разумно. И даже те, которые, так скажем, пошли по пути все-таки максимального назначения ОДН в феврале месяце уже принесли, так скажем, поручение изменить оплату в меньшую сторону. Поэтому вот мы проанализировали дома, которые, многоквартирные дома, у которых было ранее принято решение о полном распределении объема, и жители платили по факту. Как уже сказала Наля Числовна, вы сами понимаете, факт никогда не совпадет с нормативом. Но, по крайней мере, если приблизиться хотя бы к среднему, то люди могут не увидеть каких-либо колебаний. Так вот, из 561 дома многоквартирного по холодной воде, по холодной воде, ну я имею в виду по ресурсу, употребляемый на содержание общего имущества, 530 домов стали платить меньше. То есть вы видите, основное большинство. И лишь только 31 дом стал платить больше. Это я говорю по городу Ставрополю, и, как говорится, это абсолютно достоверные факты. Я правильно заметил наш гражданин, который нам звонил, Владимир Николаевич, по-моему, если я не ошибаюсь, он сказал, что по электроэнергии ситуация другая. И я ее подтверждаю, да, по электроэнергии ситуация другая. Из 592 домов, которые мы проанализировали, которые раньше всегда платили по факту, много, мало, но по факту, у них было решение о полном распределении. То есть были разные варианты. Когда-то дом меньше потребил, когда-то очень много потребил. Так вот из этих 592 домов 387 домов стали платить меньше, а все-таки 205 больше. Вот, ой, прошу прощения, наоборот, 387 стали платить больше и 205 меньше. То есть говорить абсолютно точно, что все оказались в ситуации, вот когда все оказались в ситуации худшей, чем раньше было, такого я бы не сказала. Потом мы проанализировали массив данных абсолютно по всем многоквартирным домам, которые оборудованы общедомовыми приборами учета. И там точно такая же тенденция. Точно такая же тенденция. По холодной воде люди стали платить меньше, по электроэнергии где-то больше, где-то меньше. Это говорит о чем? Еще раз придерживаюсь того вывода, который я и делала раньше на всех встречах с собственниками. Это говорит о том, что у нас норматив по холодной воде все-таки ниже, чем по факту получается, а по электроэнергии, благодаря тем моментам, что жители провели достаточно много мероприятий по энергоэффективности, у нас получается норматив как бы немножко больше факта. Поэтому именно по городу Ставрополь ситуация не такая критичная. Поделитесь с нами этими цифрами. Мы в программу Азбука ЖКХ их передадим. У нас есть еще один вопрос от нашего телезрителя и все меньше времени до конца эфира. Светлана Васильевна, я думаю, присаживайтесь. Здравствуйте, как Вас зовут? И Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос, пожалуйста. Так, меня зовут Таисия Васильевна. Добрый вечер. Я с города Кисловодска. Я с города Кисловодска. Таисия Васильевна, здравствуйте. Ваш вопрос. У меня вопрос быстренько. За счет кого устанавливается общедомовой прибор учета на отопление многоквартирного дома? И второй сразу. Из каких средств проводится ремонт подъезда в многоквартирном доме? Спасибо большое. Ну вот я думала, Елена Леонидовна у нас сегодня ни слова не сказала, но не дадим мы отсидеться и не выйти к вам к нам, Елена Леонидовна. Вот помимо Таисии Васильевны, хотела спросить, да почувствовали ли ресурсоснабжающие организации перемены? Коротко, если можно, у нас несколько минут до конца эфира. И заинтересованы ли ресурсоснабжающие организации делать ремонт сетей и так далее, чтобы не было потерь? Ну, первое, значит, я хочу сразу ответить Таисии Васильевне. За чей счет устанавливается общедомовой прибор на теплоснабжение? Значит, я говорю о городе Ставрополье и думаю, что в Кисловодске точно так же. Прибор учета, любой общедомовой, это общедолевая собственность и устанавливается он за счет средств собственников. Хочу сказать, что в городе Ставрополье было проведено несколько программ, в которых участвовал и бюджет города Ставрополя. И на сегодняшний день у нас в городе 80% тепла, тепловой энергии отпускается по приборам учета. Сразу хочу сказать коротко об общедомовых нуждах, которые возникают в тепле. Так вот, мы предоставляем тепловую энергию на отопление и предоставление услуг по горячему водоснабжению на подогрев горячей воды. Хочу сказать, что в городе Ставрополье централизованное горячее водоснабжение отсутствует. То есть горячая вода приготовляется у нас внутри самого дома, на общедомовом имуществе подогревается. А мы подаем теплоноситель для того, чтобы эта вода была приготовлена. Так вот, общедомовых нужд в отоплении вообще нет. Все тепло, которое зашло в дом, оно должно распределиться на пропорциональной доле собственности. Нет, она есть, но она не выделяется на отоплении. Общедомовые нужды не выделяются, никогда не выделялись. И в нормативе участвует отопление и подъездов, и подвалов. Значит, тепло имеет такое свойство, что оно распределяется по всем помещениям, которые есть в доме. И если в каком-то подъезде были демонтированы отопительные приборы, а по проекту они были установлены или должны были установиться, то, извините, все тепло в подъезды будет уходить. И теплопотребление все равно этих подъездов будет производиться за счет ограждающих конструкций, смежных с этим подъездом квартир. Что касается горячей воды, которая приготовляется на общедомовом имуществе, то здесь возникают общедомовые нужды. Но в связи с тем, что, как я уже сказала, у нас 80% жителей рассчитываются по прибору общедомовому учета, то с теплосетью они рассчитываются именно по показаниям этого общедомового прибора учета. И никакие дополнительные ОДНы не начисляет теплосеть. Спасибо, Елена Леонидовна. Спасибо вам, что так развернуто ответили. Давайте, если только быстренько, у нас несколько минут до конца эфира. У нас не было техпаспорта. Как начислялось отопление нашему общежитию, корпусу Б? Ну, я хочу сказать, что теплосеть не производит начисления каждому жителю. Теплосеть ведет расчеты с управляющей организацией или ТСЖ. И только при непосредственном способе управления, там она поручила, теплосеть поручила произвести расчеты городскому расчетному центру производить. Поэтому мы... Ваши вопросы я запишу, и мы с Светланой Васильевной, я думаю, что отработаем. У нас, когда была Алина Петровна, неизвестно, у нас не было техпаспорта. Олечка, спасибо вам большое. Пожалуйста. А у вас непосредственный способ управления? Переходим. Нет. Но вы же... ЖЭК рассчитывался? Нет. Олечка, давайте мы за пределами эфира это все выясним. Спасибо большое, Лена Леонидовна. Любовь Алексеевна. ЖЭК промстрой 1 по улице Даваторца, 49, дробь 3. Я хочу, например, поблагодарить расчетный центр за их работу. У нас все прозрачно. Есть хорошее в нашем конце нашего марафона. У нас практически нет ОДНа. Если бывает, то очень мало. У нас маленький норматив. Все собственники сами вписывают все показания. Должников практически нет. Если бывает 2-3 месяца, то это, я считаю, недолг. Но единственная просьба, чтобы нам газ считали все-таки по прибору учета. По факту потребления, а не по нормативу. Письмо надо будет каждый месяц почему-то писать. Я не знаю, зачем это надо. Спасибо большое, Леонидовна. Я объясню за пределами эфира. Спасибо большое, Леонидовна. Спасибо. Да, пожалуйста. Я вот хочу сказать, что мы завершаем уже наш эфир. Ну, давайте, пожалуйста. Я представляю дом по Васильево, 45. Хотелось бы поинтересоваться, почему нам принудительно, включают отопление, когда еще не наступил сезон. Это раз. И два, когда наша старшая по дому звонила и писала заявление от всех жильцов этого дома, писали заявление. Нам отключили его на 4 дня. На улице была жара. После они также его включили. Спасибо большое. Я думаю, что уже за пределами эфира на Ваши вопросы, уважаемые собственники, уважаемые эксперты, ответят. Я могу сказать, что очень насыщенно прошел сегодня информационный марафон. Я в конце хотел только один вопрос задать. Да, каждый из нас хочет сэкономить. Вот. Как это возможно сделать? Я, к сожалению, вот мы не успеем двоим даже пообщаться с Анатолием Ивановичем Грудневым, я насколько правильно понимаю, да? У Вас тоже снизилось, и Вы мало платите за норматив. Как экономить удается? Скажите. Экономить? Очень просто. Во-первых, навести порядок с сетями, установить теплосеть. У меня регулятор стоит. Я экономлю 30%. 30% экономлю. Правда, он обошелся 280 тысяч, но зато есть резон. Вот. В настоящее время, ввиду переговоры с водоканалом, поставить счетчики. Когда мы были у Вас на... И предлагали Вы счетчики, которые стоят по 2 тысячи, но они полезны. Вот. И установить в узле управления водопровода, установить регулятор. Спасибо Вам большое. Ну, а электричество, Вы сами знаете. Выключайте свет, да, уходя. Там у меня счетчик стоит на все коммунальные услуги, и мы делим. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые гости. Минута до конца эфира. Два слова. Я бы хотел добавить, что у нас есть специальный центр Муподоканал, который занимается, в первую очередь, водосбережением. Поэтому у нас там высококлассные специалисты, которые могут Вас по этим вопросам проконсультировать. Как экономить? Приглашаем вас. Спасибо большое. Обязательно снимем об этом сюжет. Уважаемые жители, обращайтесь. Уважаемые телезрители, завершается информационный марафон на своем ТВ. 164 звонка поступило. Я напоминаю, уважаемые телезрители, будьте внимательны, рационально потребляйте ресурсы, не стесняйтесь задавать свои вопросы. И, конечно же, помните, что свои права нужно защищать. Оставайтесь на своем ТВ. Мы всегда на защите ваших прав и интересов. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова